Акцию протеста объявили водители и кондукторы однодверных маршруток. С октября местные власти поставили запрет на эксплуатацию транспортных средств с одной дверью. Таких в нашем городе насчитывается более сотни. Мирамгуль Слакимбаева расскажет подробнее. Александр Китик водителем проработал 26 лет. Выполняя свою работу, Александр, как и все, платил налоги. Теперь перед ним поставили задачи, которые он должен решить в очень сжатый срок. Люди не просят государство денег, дайте нам. Они зарабатывают сами, дают заработать другим. Кондуктора, предположим, бабушка работает 55 лет. Куда она устроится на работу? Куда ее возьмет? Она, ну я понятия не имею, где она потом будет брать деньги. Она зарабатывает сама, 2000 деньги заработал, ей хватает, плюс пенсия. Я куда пойду после 46, месяца 46, куда я пойду после этого? Запрет на эксплуатацию однодверного транспорта заботил более 100 рабочих таксокомбинатов. В данное время работа их парализована. Протест автобусной бригады намерены продолжать до тех пор, пока градоначальники не продлят проезд с одной дверью еще на два года. Так как за месяц изменить свои автотранспортные средства они не в силах. Запрет они считают необоснованным. Начиная с 2004 года эти машины пропускались через границу. С них бралась растаможка. Эти машины сотрудниками ГАИ и транспортной инспекции ставились на учет. За это брали деньги. Они проходили ежегодно техосмотр, платили транспортный налог. И теперь в одночасье их все убирать. Это во-первых. Во-вторых, прямого запрета на эксплуатацию транспортных средств с одной дверью ни в одном законе нет. Есть параграф 3, пункт 20, правил перевозки пассажиров. Допускается эксплуатация транспортных средств первого класса с двумя дверьми в салоне, запитая микроавтобусов, запитая и других транспортных средств второго класса. Прямого запрета на эксплуатацию нет ни в одном законе. Допустим, кондуктор у меня женщине 58 лет, ой, 55. Ей через три года на пенсию, она, допустим, никуда не может устроиться. У меня тоже двое маленьких детей, жена работает, ну, зарабатывает как бы чуть-чуть, совсем мало. И сейчас, если уберут, я не знаю, куда идти. Представители вышестоящих готовы помочь водителям и кондукторам однодверных маршруток решить эту проблему. Автобусы есть, в принципе. Есть заводы, которые производят новые автобусы, тем более среднего класса. Есть автоперевозчики, руководители предприятий, которые занимаются организацией работы, которые взяли на себя обязательства обслуживать конкретные маршруты. Если они не смогут этого сделать, будем им помогать. Рабочие таксокомбинаты возмущены до предела. Как быть дальше, они не знают, куда ставить вторую дверь. Этот вопрос остается самой главной проблемой на сегодняшний день. Ведь поставив вторую дверь, у сотрудников дорожной полиции появятся права штрафовать вдвойне. А сейчас нам просто-напросто говорят, втыкайте вторую дверь. Хорошо, мы сейчас воткнем вторую дверь, через месяц начнется то, что переоборудование машины начнет ГАИ. Наказание. Опять же, наказание. А штрафы, вы сами понимаете, два штрафа, третья систематика, опять же, лишение на полгода штрафа. На полгода и далее. Это тоже. А на каждой машине работает минимум по два человека. Плюс кондуктор. Плюс кондуктор. Кто-то, понимаете, вот я два дня работаю, мой напарник два дня работает. Это считай, одну машину они убрали, уже четыре человека без работы осталось. Это не последняя проблема, с которой сталкиваются автолюбители. Их до этого времени несколько раз останавливали сотрудники дорожной полиции. Водители автопарка штрафовали на приличную сумму денег, указывая на то, что въезд таким машинам был запрещен. Однако на руках водителя общественного транспорта имелся документ, который был действителен до 2013 года, разрешающий перемещаться на транспорте с одной дверью. Водителя 01 маршрутки штрафовали два раза. Теперь он должен заплатить около 30 тысяч тенге. Только месяц прошел. А за месяц куда? Это же не тапочки просто выкинуть и пойти на базар новую купить, правильно? Это деньги стоят. От пяти начиная и заканчивается до 15 тысяч долларов стоит машина. Это не у каждого есть возможность. Кто-то брал кредит, кто-то закладывал свои квартиры, кто-то занимал под проценты денег. И куда теперь? Понимаете? Это просто так нельзя просто. Я понимаю, если бы они сделали какой-то там аварийный фонд. Утилизацию бы сделали этих машин? Мы частники. Вот, например, третий автопарк, да, им платится за все дотации. Вот они возят проездные, 25 тенге при предъявлении ученических. Нам никто ничего не платит, но мы возим, мы же не кипишуем. И, как говорится, все это сказали, мы своими силами ремонтируемся, ни у кого ничто не просим. Нарамгуль Салкинбаева, Толиген Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.